всем ребят привет сегодня у нас очередной выход и будем мы сегодня с вами заниматься стал то есть зашли на одну заброшенную фабрику была очень очень огромная и мы сейчас немножко кое-какую часть ее затронем и посмотрим в каком состоянии а спустя какие-то 30 лет ну да 30 лет спустя что у нас тут превратился побродим посмотрим если интересно то оставайтесь на канале так ребята здесь уже все разрушено так что посмотрим что у нас здесь общался я с охраной охрана дала добро как говорится полазить посмотреть но сказали что под замками или же что-то такое ценное не трогать и не брать но нам это не нужно мы ради интереса смотрим что у нас здесь имеется здесь когда-то бурлила жизнь 30-40 лет назад была огромная фабрика как я по истории знаю что она была на третьем месте в европе представляете третье место в европе и в советское время после 91 года здесь пошла разруха стали абсолютно все тащить все птицу металл цветной металл в общем все 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 мы рядом находится один населенный пункт и он практически весь построен на ворованном то есть все железо кровля все 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 дачные массивы гаражи именно были вывезены именно с этого места так что посмотрим вместе с вами что у нас здесь есть да смотреть здесь практически уже и нечего но все равно сейчас я вместе с вами поблуждаю поблуждаю по этим местам пройдем здесь во все помещениях пробежимся быстренько здесь имеется кое-где остатки чермета то есть очень много здесь я так понимаю какая-то была машинная установка потому что тут эти пьедестал еще напитанной маслом как вы видите здесь еще есть остатки цветного металла здесь очень много металла именно под землей все посрезали резали здесь глобально при помощи кислородных средств так до разруха здесь капитальная ну еще есть кое-какие конструкции проволока между прочим кабеля я вот эти смотрел они из алюминия меди тогда не было пройдем следующее отделение сейчас по закону по технике безопасности пожарной вся проводка делается из меди советское время была люмишка попробую видео сделать одним файлом чтоб без монтажа без всего если получится конечно сапог повесили кирзач там у нас мрак страшно это был один из цехов да сейчас на этой территории очень много предприятий которые сейчас функционируют различного рода там и бетонные всякие заводы и пластиковые окна изготавливают и медь принимается всей россии как вы видите вот она алюминиевая проводочка и она вся проходит здесь вот вот туда то есть здесь еще металла очень-очень много но доставать его будет проблематично наверху тавровые полутавровые металл так что металла здесь еще предостаточно но он как бы тяжело доступный тяжело его будет доставать очень много здесь вот таких вот шкафов не могу понять зачем сюда заносили дерево вот здесь капель еще имеется сколько метров метров 10 точно есть и проходит наверх а там чё наверху наверху тоже он здесь проходит сквозной наверху трубы ну ничего здесь такого интересного нету чем можно здесь поживиться вот здесь смотрите какая хреновина то ли и пытался кто-то выковырить то ли что ну смотрите какой толстый металл какие-то два диска такие внушительные и внушительные гайки с болтами что-то вот в этом эпицентре железная такого громадная и это сих пор под охраной даже не могу понять что здесь охранять можно здесь конечно устроить различного рода игры то есть сталки всякие всякие постреляшки бродилки в общем прикольно здесь можно конечно поразвлекаться какой большой компанией здесь тяжелое темное помещение но большое это конечная часть какого-то бокса не знаю что это за бокс был по производству чего так что история ну не знаю что здесь было но здесь вот какие-то сливные ямы вот сливная яма вот слина и по всему такому вдоль здания имеются сливные ямы возможно здесь даже и какой-то цех был здесь тоже какая-то вот сливная может обделки наверное курицы может здесь болерная какая-то была ли что-то в этом роде не знаю я не специалист но по всяким таким вот сооружением видно что здесь что-то было связано с производством курицы вытяжки стоят а также сливные горловины именно в полах ну прикольно здесь полазить прикольно так что пройдемся еще несколько помещений может чего интересно здесь у этой развороке и найдем так ну там что-то даже еще какие-то конструкции еще остались что это такое какое-то отопление было ли что-то в этом роде не знаю ну вот такая вот беда здесь жалко конечно что огромная фабрика ушла в небытие третье место в европе занимала данная фабрика обидно досадно ну такая вот история в руси всегда было что-то у нас через задницу происходит сейчас наверное с вами пройдемся еще в одно помещение она вообще практически разрушена не знаю будет вам лет это интересно но все равно переберем сейчас мы в другое здание и посмотрим что у нас там будет так что смотрим думаю кому-то будет интересно блуждение вот под таким вот грубо говоря местам но иногда бывает страшновато если кто-то слабый нервами тяжелых таких темных местах какие-то шумы какие-то стоны металла ветер шумит и как-то дрожь по спине иногда пробегает если конечно я еще смонтирую с музыкой такой страшноватой то будет да жутковато как в Чернобыле знаете вот и здесь тоже так же ну по России здесь зачастую такие места буквально в каждом населенном пункте имеется ладно продолжаем а сейчас ребят идем к котельной вот здесь такая труба стоит ну еще добротная пробираемся среди таких вот зарослей зарослей общался я сейчас с охраной говорят хотят здесь что-то делать ну не знаю говорят тоже что-то связано именно с мясом смотрите какая здоровая здесь площадь и здесь между прочим была котельна сами котельные я знаю как выглядит то есть некоторые котельные в 4 а то и в 5 раз меньше я про то что некоторые в 5 раз меньше котельные обслуживают целые населенные пункты то есть поселки села а здесь она такая здоровая вы должны по этой котельной по этой площади догадываться какая была площадь именно этой фабрики здесь что-то разбирают ломают не знаю не знаю охранник говорит что какие-то возникли проблемы финансовые и здесь перестали вкладывать финансы сделали здесь канализацию провели воду ну и на этом и все встало больше здесь ничего не делать внутри там какие-то я не знаю глубоко нет сейчас проверим не 2 метра всего да да ребята то ли здесь разбираются специально кирпич непонятного характера ну зачем ну как вот рыть копать не знаю ну достаточно ну ничего здесь интересного нету полная разруха все поломано ничего интересно здесь нету оплама ничего интересного здесь нету ветер какой-то видимся возможно скоро и будет здесь дождь а вон и проходит кабеля походу это просто шахты шахты именно под проволоку вот кабель и до этих шахты я так понимаю наверное хотели добираться тогда логично зачем копает так глубоко именно вот здесь ну я не знаю какой смысл есть в алюминиевой проволоки она у нас практически ни о чем но всего равно видите шахты проходит именно вот по этой всей поверхности металл здесь конечно толстый весь залитый здесь какие-то вот такие вот круги интересный чуть такое их вот именно здесь вот складирует почему зачем внутри какая-то труба толстостенная а вот аналогичная труба какие-то я фиг значит такое рессора наверно балансированные какие-то прикольно не знаю если вы знаете что это такое вот так вот она выглядит что это такое для чего даже не знаю любопытно 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 кабель там второй этаж но лестницы у нас туда нету но я думаю на этом я и закончу потому что там еще есть помещение я имею ввиду большие такие ангары боксы если вам интересно у меня есть по поводу этого а тоже стал к мы там ходили во всяким лабораториям вот стоматологическое даже там отделение столовая было если интересно можете заглянуть я в конце видео видео ролика ссылочку постараюсь приложить если кому-то интересно можете посмотреть повторюсь тем что это была огромная фабрика птица фабрика разрушена была и переставала существовать в восемьдесят шестом году а потом начали ее грабить грабить все 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 свое время она была удостоена ордена ленина вот так ладно выдвигаемся к машине и так ребят на этом я буду закачивать свой короткий сталк в общем ходили побродили нашли кое-какие железячки сейчас мы их грузили по металлу не знаю сколько получится но покажу какую хреновину нашли достаточно большая и тяжелая кое-как ее уместили грузили мы ее благо у нас багажник большой вот такая хреновина сейчас мы на металл приемку и ее сдадим а так в целом все всем пока на 100 килограмм с лишним нормально и Продолжение следует...